Это описывается таким образом, если искорка повернулась к солнцу, она сияет почти как солнце. Она очень светлой становится, понимаете, святой. Если она идет к Богу душа, она наполняется знанием, наполняется любовью, наполняется вечности. Если она идет от Бога к своей жизни, к личной, она не верит ни во что, верит только в себя. То она тухнет, как молодые мы были, как искренне не любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли и всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли, постарайся себя не терять. То есть человек, когда верит в себя, он проигрывает в жизни. Надо верить в старших, верить в Бога, верить в знания духовные. Эта вера дает человеку победу в жизни. Но если он верит в себя, идет поражение. Нет? Вы не согласны? Нет? Почему? Допустим, я вам от себя знания даю. Не то, что старшие мне сказали, от себя. Смотрите, как это будет выглядеть. Видите, я наполнен из знаний. Сейчас я вам все расскажу, как есть. Бесконечно много знаю. Одно из воплощений. И одно из воплощений Бога. Все знаю, все знаю. Что-то знаю, но сейчас не помню. Есть такие люди? Так себя ведут? Это означает, что они обмануты иллюзорной энергией. Иллюзия напала на них. А они напала на иллюзия. Думают, что они все знают. Но по факту они просто похожи на смешных, просто таких неразумных существ, которые находятся в подчинении всего этого мира. Мы даже пяти минут без воздуха не можем прожить. Подчинены. Мы сами себя не рожали, сами ни себя не умираем. Подчинены процессу, в подчиненном положении находимся. Но считаю, что я король ситуации. Означает глупость, невежество. Каждый суслик у себя на поле огранал. Видите, три задачи основные. Для всех одна задача. Мы должны стремиться к вечной жизни. Это не означает вечно в этом теле. Некоторые сочиняют, что в этом теле надо остаться навечно. Это глупость. Материальное тело не имеет значения. Мы должны восстановить свое духовное понимание вещей. Какое понимание вещей у человека? В таком теле он в следующей жизни будет жить. Тонко материальное понимание. Он видит тонкие энергии. Понимает, как действует это все. В следующей жизни у него будет тонкое тело. Он освоит тонкое тело. Ему не нужно быть другое уже. Может жить на высших планетах. На высших планетах нет другое тело. Только в тонких телах живут. В духовном мире живут в духовных телах. Там никогда не умирают. Дальше смотрите. В этом мире самая главная сила – это сила времени. Время что делает? Все старит. Почему? Потому что время здесь показывает, что здесь нет ничего хорошего. Как действует время на грубое тело? Оно умерщвляет его. Смотрите, мы родились, мы молодеем, нет? Кто молодеет, когда родился, понимаете? Все стареют. Мы родились, мы стареем, да? Каждый день мы стареем. Что делать время? Дверь, если поставить, она стареет? Через 500 лет рассыпется. Так? Дверь стареет. Стол стареет. Компьютер стареет. Все, что мы видим вокруг, все стареет. Так действует время. Оно все стареет. Материальный мир. Веда описывают. В духовном мире время все увеличивающее счастье делает. Все больше счастья с каждой секундой. Душа сама по себе духовную энергию имеет. Если человек в своей жизни больше уделяет времени не своим материальным желаниям. Мне надо работать, мне надо там кормить семью, мне надо квартиру. Он постоянно об этом думает. Значит, он находится под влиянием материального времени. И жизнь у него становится все тяжелее, 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 тяжелее. Ситуация в сковании. Работать все больше надо для того, чтобы выживать. А возраст становится все больше. Работать становится тяжелее. И человек уже такой из последних сил. А, ну что делать? Ну я уже не могу так жить. И он страдает страшно от этого всего. Я не говорю, что не надо работать. Но с течением времени все больше человек должен уделять времени душе. То есть духовной силы. Что такое духовная сила? Я желаю всем счастья. Я хочу думать о светлом, о чистом, о наставнике. Всех прощать, просить прощения. Я хочу заботиться обо всех. Хочу глубоких, чистых отношений. Мне не нужно от вас ничего. Я хочу вам служить. Это означает духовные отношения. Допустим, слышите меня и думаете, Олег Игнатьевич, скотина, ты ведь не до конца такой бескорыстный. Я ведь чувствую своим сердцем. Правильно. Вы правы. Почему? Потому что у нас корысть настолько глубоко сидит в сердце, что ее сразу не вытравишь оттуда. Но я хочу стать таким. Я хочу, понимаете, я иду этим путем. И это означает правильный путь жизни. Не то, что я оправдываю какие-то желания свои. Нет. Я хочу вот этим путем жить. Теперь вы скажете, а как деньги, Олег Игнатьевич, а как это деньги? Что, без штанов жить, что ли? Смотрите, сейчас вам покажу закономерность, которую никто, ни один вам менеджер по бизнесу не опишет эту закономерность. Ни один. Это тайна, которую надо распознать. Смотрите, сейчас я вам кое-что объясню. Очень важное. Внимательно слушайте меня, иначе вы не поймете. Очень важно. Смотрите, ситуация. Я остался без работы. Мне прилагают усилия внутренние для того, чтобы найти работу. Мне очень тяжело, потому что этот мир очень жесток. Я прихожу к работодателю, я нищий перед ним. Он хочет, меня возьмет на работу. Хочет, он возьмет. Чувствуете унизительную ситуацию или нет? Это значит, что у меня, я надеюсь только на свои силы, на свое образование, на свою возможность. Я доказываю всем. Никто на меня не обращает внимания. Кто-то воззял меня там. Я прихожу в этот коллектив, я там чужой. Мне надо доказать, что я не чужой. Столько мучений. Согласны? Смотрите, другой вариант жизни. Я не надеюсь на это все. Не рассчитываю. Да, у меня есть образование, я образуюсь. Но не сильно на это рассчитываю. Потому что так надо жить. Не образован человек не может быть. Он не может быть нищим. Он должен нормально жить. Образование получать. Но не вкладывать в это все сердце. Но все сердце я вкладываю в чистые отношения, в молитву. Глубокие отношения с людьми. В результате такого вложения я получаю себе очень глубоких друзей. Очень людей, которых обладают внутренней силой духовной. Да? Я остаюсь без работы. Эти люди говорят, ты что, без работы что ли? Вот я, допустим, остаюсь без работы. У меня ничего нет. Лекции никто мне не разрешает читать по стране. Все запретили. Клинику закрыли. Рот мне не дают за дизайн. Потому что я даже рот, если давать мне открыть, я могу советы давать. Все равно будут деньги получать. Мне рот закрыли. Все. Уши, глаза, все закрыли мне. Мне запретили. Стал нищим. Кто за вас подойдет и скажет, Олегина, что, помочь сработать? Поднимите. Я не пропаду. Это означает правильное вложение сил. Понимаете? Правильное вложение сил означает, что человек вкладывает в отношения, в глубину, в любовь. Он хочет друзей, как бы вас культивировать дружеские, чистые отношения, честные отношения хочет культивировать. В этом случае что произойдет? Ему не надо будет бегать по порогам, оббивать пороги. Он просто друзья, а сами ему найдут работу. Видите разницу? Один вариант. Человек надеялся на свои силы и развивал себя материально. Второй вариант. Человек себя развивал духовно. Теперь я вам привожу третий вариант. Людей, которые верят в дух бесконечно. Мой духовный учитель. Ездит по всему миру. В год объезжает 40-50 стран. Не работает нигде. У него два комплекта одежды. Ездит на самолетах. Не в бизнес-классе, потому что там вот такие вот сидят. Понимаете? С ними сложно рядом сидеть. Есть простыми людьми на самолетах. Но, понимаете, ездить на самолетах, мешканинетальные перелеты делать, это же не 5 копеек стоит. Понимаете? Это означает, что где-то может быть 100 тысяч долларов в год ему нужно, чтобы это все делать. Организация ему эти деньги не платит. У него нет бюджета своего. Больше того, у него остаются деньги. И он строит еще храмы по всему миру. Помогает строить храмы. У меня к вам вопрос. Откуда берутся деньги? Ну что это дураки? То есть много дураков, да? Вокруг много дураков. Поэтому можно рассчитывать, что денежки будут. Он не просит встать деньги. Он не говорит, подайте бедному коту базилию на пропитание. Он не говорит такого. Он приезжает, дает молитвы разные, проводит образование. Деньги не просит за это. Дает общение духовное. Немного учеников. Откуда деньги? Деньги от любви приходят. Понимаете, у него столько любви в сердце. Когда смотришь, думаешь, Господи, может быть, ему хоть, ну хоть он чуть-чуть от меня денежек может возьмёт. Ну что я могу для него сделать? Ну ничего же я не могу для него сделать. Ну хотя бы денег ему дам. Может, это поможет его перелёту. Любви очень много у человека в сердце. Понимаете? Любви. Это любовь тебе даёт жизнь. Ты как бы просто даже помолился ему, тебе уже лучше жить стало. Понимаете? Ему не надо беспокоиться о ничем. У него глаза спокойные, светлые. Он просто делает своё дело и всё. Жить таким людям очень тяжело. Жить не на одном месте, ездить, это очень сильная аскеза. Нет своего жилья, понимаете? Но такой человек живёт для других людей. Поэтому его жизнь очень ценна. И Бог бережёт эту жизнь. Бережёт эту жизнь. Понимаете? Таких людей мало на земле. Но им вообще не стоит беспокоиться о своей жизни. Потому что, когда человек вкладывает в любовь к людям, к Богу, дальше удача бежит впереди него в судьбе. Понимаете? Если вы спросите, почему, Олег Геннадьевич, у меня нет мужа, женщина спросит, почему я одиноков? А потому что вы никогда, женщины, не понимали, что надо служить своей любовью. Женщина – воплощенная любовь. Это энергия любви. Надо служить людям своей энергией любви. Если вы служите всем, забудьте своей энергией любви. Если ты одинокий, пеки пирожки, иди раздавай всем и проси пожертвования. Или просто, если ты одинокий, хорошо, иди работай, пеки пирожки, раздавай соседям. Корми жучек, внучек, деток, репок. Дружи с подружками. Заботься о родителях. Заботься о детях вокруг. Живи, как женщина, очень активно. Твоя женская психика расцветет. Ты становишься красивой в результате, как женщина. Красота женская не означает пухленькая личка, не есть что пощупать. Красота женская означает красивое сердце. Значит, на что бы ни делал, все наружу идет, все на лицо идет. Бывает красота, которую надо использовать, хочется наслаждаться такой женщиной. Понаслаждался, выбросил, как конфетку пососал, выплюнул. Есть такие женщины, красота природная, да? Природная красота означает, понаслаждался, выплюнул. Есть женщины, которые красоту свою создают с помощью своей жизни. У них внутренняя красота. И такие женщины привлекают кто? Кто привлекает с такими женщинами? Кто хочет жениться, жить семейной жизнью? Чувствуете разницу, да? Или нет? Видите, то же самое мужчина. Если мужчина заботился обо всем, развивал себя как личность, он постоянно хотел сделать всем пользу, он начинает развиваться как личность в результате очень хорошо. Когда она развивается как личность, он сразу находит свое призвание. Некоторые люди, молодые люди подходят ко мне и говорят, Олег Геннадьевич, у меня что, по карме нет никакой работы? Я говорю, а вы пробовали работать-то кем-то? Он говорит, я пробовал, что-то как-то все так. То денег нет, то не уважает, то тяжело, что-то как-то все скучно вот с этой работой. Я говорю, так смысл-то в чем заключается в мужской жизни? Что-то идти и работать, и развивать себя как личность в труде. В труде развивать себя. Жить для других, трудясь. Мужское воплощение в этом предназначено. Олег Геннадьевич, я просто не знаю, где трудиться. Почему не знать? Ну, потому что я хочу вот хорошую работу, а нет хорошей работы. А вы работаете там, где есть. Можете грузчиком пойти. Просто трудитесь. Как-то скучно с вами разговаривать, скучно. Ну, простите. Человек должен встать на ту платформу, на которой он стоит. Если ты больше, чем грузчик, не можешь ничего дать никому, это твой уровень развития, это нормально. Иди работай грузчиком. Пройдет немного времени, изучай, молись, желай всем счастья, развивайся как личность. У тебя появится отношение, знакомство. Тебе предложат другую работу, получше. Работай там честно, ничего не желай себе. Продолжай отрубиться, развивай себя как личность. Еще, еще придет время, дальше, дальше, дальше пойдет развитие. Я могу рассказать о своем развитии. Я попал в медицинский институт не от взятки, у меня родители бедные. Я просто учился, пытался сам выучиться, и экзамены сдал, попал в институт. И у меня не было денег учиться. Была стипендия, там 40 рублей, тогда такие деньги были. Вот, и я учился на 40 рублей, жил, поселился у одной бабушки, там такая дом, такая старая бабушка, она кипятила мочу каждый день и воняла мочой в доме.